Мне многие пишут, почему я не такая, как все, почему я не могу получить оргазм, неужели это какая-то серьезная проблема, как получить оргазм, действительно можно ли это и почему это не получается, диалог как будто бы с природой, но на самом деле получить оргазм можно и соответственно фригидность это не что-то выученное. Как получить оргазм? Первое, это конечно психологическая история, многие об этом не знают, что действительно оргазм бывает на уровне стресса, просто не происходит и другой момент, некоторые не могут никак расслабиться и у этого действительно есть некоторые причины. Тренировки мышц, кстати, будьте уверены, такие тренировки не пройдут напрасно, все мужчины по достоинству оценят ваши старания. Другой момент, если мы говорим про не могу получить оргазм по причине хронического стресса, связанного с организмом, женщине действительно получать удовольствие сложнее, когда есть некая фаза плато. И мы говорим с вами про внутренние, внутренние моменты, которые абсолютно-абсолютно влияют на все. Если мы с вами говорим про получить оргазм достаточно быстро, достаточно ярко, это не про нормальную работу организма. У некоторых девочек моих, у них проблемы с дофамином, с серотонином и там уж, простите, сколько не стимулируй, они не могут действительно это получить. Другой момент, бывают проблемы в организме, она об этом не знает. Дисплазия соединительной ткани, различные проблемы, кстати, связанные с вагусом. Все это влияет на оргазмы. И еще один момент, если мы с вами говорим про оргазм, то, конечно, многие даже до 40 лет не знают, что это такое. Но есть один такой маленький моментик. Если оргазм не наступает, это зависит от многого. Первое, это различные заболевания. Кстати, образ жизни. И другой момент, вряд ли женщина, которая зарабатывает 500 рублей, думает о оргазме. Она думает, где бы еще подзаработать. Вот такой вам момент. Если во время секса женщина испытывает боль, это крик организма о помощи. И это возможные симптомы болезни. И не стоит искать причину боли в каком-то своем сексуальном поведении. У системной боли во время секса есть названия совершенно различные. И другой момент, если мы с вами говорим про хронический стресс, то женщины, у которых переработка, у которых действительно есть моменты, связанные с нервным истощением, они очень сильно в этой истории, как я говорю, провисают. И еще один момент. Большинство женщин не получает на самом деле оргазм, потому что есть вопросы, как я сказала, с организмом. Различные эндометриозы, поликистозы, различные моменты, связанные с кишечником. И об этом многие умалчивают, психологи. Потому что можно говорить о чем угодно, расслабь голову, но, например, дать женщине 800 миллиграмм магния, чтобы она реально расслабилась, чтобы у нее мышцы, понимаете, ну, как бы, это же тоже такая история. Если не из чего, то что там расслаблять. Другой момент, если мы с вами говорим про женский оргазм, он всегда сильнее у тех женщин, у которых действительно есть нормальный уровень окситоцина, дофамина. И, соответственно, все это достаточно сильно влияет на энергию. И во время секса действительно получить оргазм могут не все, по причине некоторой нерасслабленности, закрепощенности. Физическая расслабленность не всегда, не всегда вообще происходит. И очень важно действительно научиться чувствовать себя отлично вообще в любом состоянии. Но если этого нет, девочки, то первое, что нужно сделать, это лично с психологом поговорить. А второе, это понять, есть ли вообще, в принципе, проблемы, связанные с другими органами. Я часто говорю, что девочка не может, прости, закончить и там что-то сделать, потому что у нее дефициты по всем моментам. Амина профиль стоит, стоит момент с микроэлементами. И сейчас есть молодые девочки, у которых она вроде такая красива, всем красиво, все спасибо, а строите себя внутри нечего. Мы говорим про стройку и кирпичики. Да, там не овощи, только фрукты, а все базовое, что нужно было. Некоторые говорят, я уже отстроена, мама меня отстроила, да, вот отстроила, но сейчас бывает уже все валится со временем. Поэтому для себя нужно четко понять, секс не дает удовольствия от болезненности организма, или мозг тормозит, или тормозит стресс, или тормозит какие-то ожидания, или ты просто думаешь, где заработать, а не о сексе. Ну, то есть это реальные вещи. Я встречаю на консультации, она говорит, я не могу получить оргазм. Я говорю, кем ты работаешь? Я учитель в первом классе. Я говорю, о чем ты в своей жизни думаешь? Как заработать на жизнь? Ну, и какой тогда оргазм она лежит, он ей там что-то говорит, а она думает, как мне сейчас первоклассникам что-то там раздать и быстренько срулить на подработку. Ну, вот это все легко. Поэтому пишите.